Продолжение следует... Приходите в церковь без Библии. Приходите в церковь без Библии. Это единственная книга, которая приводит к спасению. Это книга жизни. Это книга света. Без этой книги вы будете ходить во тьме. Это факт, а не фантазия. Ивангрия от Матфея, глава 7. Ивангрия от Матфея, глава 7. Ивангрия от Матфея, глава 7, стихи 13 по 27. И когда я буду читать, просто следите за стихами. Возможно, у вас есть другая версия Библии или на другом языке, неважно, просто следите за мной. Итак, тринадцатый стих. Войди в узкую дверь, которая открывает дорогу на небо. Я говорю тебе, это ибо широки ворота и широка дорога, ведущая к погибели, и множество людей следуют по этому пути. Но узкие ворота и тяжела дорога, ведущая к жизни, немногие находят ее. Остерегаясь лжепророков. Они приходят к вам в овечьем обличье, а на самом деле они свирепые волки. Вы узнаете их по благам деяний, ведь стернистых кустов не собирают винограда и сорняков колючих не собирают фиг. Точно так же, всякое хорошее дерево приносит хорошие плоды, а плохое дерево приносит плохие плоды. Хорошее дерево не может приносить плохие плоды, а плохое дерево не может приносить хорошие плоды. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Всякое дерево, которое не приносит хороших плодов, срубают и бросают в огонь. Thus, by their fruit you will recognize them. И потому вы распознаете их по плодам их трудов. В 21-х. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. Не всякий, кто говорит, что я его Бог, войдет в Царство Небесное, а лишь тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons and perform many miracles? Многие скажут мне в тот великий день, Господи, Господи, разве мы не пророчествовали от Твоего имени? Разве не изгоняли бесов Твоим именем и не совершили многие чудеса во имя Твое? Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Тогда я прямо объявил им, я никогда не знал вас. Уйдите от меня без закладники. Therefore, everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who builds his house on the rock. И потому тот, кто слышит эти слова мои и следует им, будет подобен разумному человеку, построившему свой дом на скале. The wind comes down, the streams rose, and the winds gleam, and beat against that house. Yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. Пошел дождь, и вода поднялась, дули ветры, и обрушивались на этот дом, но он не рухнул, ибо в его основании была скала. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who builds his house on sand. А всякий, кто слышит эти слова мои и не поступает согласно им, подобен глупцу, построившему дом на песке. The wind came down, the streams rose, and the winds gleam, and beat against that house, and it fell with a great crash. Пошел дождь. И вода поднялась, подул ветер, и обрушился на этот дом, и он рухнул с ужасным шумом. Lord, we thank you for today. Господь, мы благодарим тебя за сегодняшний день. Thank you for your word that is about to come. Спасибо тебе за слово твое, которое мы услышим. Open up our heart, our mind, and our ears. Открой сердца наши, наши сознания, наши уши. Teach us your ways, O Lord. Lord, научи нас твоим путям, Господь. Lord, I cast out every spirit of deception. Господь, я прошу убрать любой дух обмана. In the name of Jesus Christ, we pray. We may be seated and praying for some thought. You may be seated and praying for some thought. You know, there is this popular phrase we use. Вы знаете, есть такая фраза, которую мы используем. There is only one way. Что есть только единственный путь, the way of Jesus Christ. Это путь есть Иисус Христос. You know, anytime I tell my pastor friends that that is heresy, they always disagree with me. И когда я говорю эту фразу пастерам, они говорят, что это heresy и не соглашаются со мной. That is not what Jesus said. Это не то, что сказал Иисус. I'm going into Jesus, но согласно его учению. There are two ways. Есть два пути. There are two gates. Есть два типа врат. There are two trees. Есть два типа дерева. There are two types of people. Два типа людей. There are two types of destiny. Два типа нашего предназначения. There are two types of entrances. И два различных входа. Obviously, these two entrances would lead to two different types of destination. И, конечно, эти два входа приведут к разному исходу. There are two types of crowds. Два типа людей. Wise people and foolish people. Мудрые люди и глупцы. Smart and idiots. Умные и идиоты. That is what Jesus said. Это то, о чем говорит Иисус. I've been looking through a series that I called according to Jesus series. И когда я говорю об этом сериале, который я называю «Развитие событий согласно Иисусу». И я изучал все эти Библии, Ивангелие, начиная с Ивангелия от Матфея. И я создал такую серию проповедей, различных событий по Иисусу Христу. И по воле Господа и по воле Духа, пастор Иван начал эту серию прошлого воскресенья. Он сказал, что Иисус Христос воскрес, и Он возвращается. И сегодня мы посмотрим на Царство Божие согласно учению Иисуса Христа. И помните, я уже сказал, что есть два различных предназначения. Есть Царство Божие, и есть также Царство Подземное, Ад. И я знаю, что проповеди об Аде не очень популярны, и никто не хочет о нем слышать ничего. Потому что каждый хочет услышать, как у него все будет хорошо, и он попадет в Рай. Каждый хочет услышать, как тебя Господь сделает богатым человеком. Каждый хочет услышать, как Он станет богатым. Каждый хочет услышать, как Господь сделает ваш бизнес номером один в мире. Каждый хочет услышать, как Господь поможет вам получить самую красивую жену или самого прекрасного мужа. Но, к сожалению, должен вас разочаровать. Никто не говорил об Аде, кроме Иисуса Христа. Это Царство Божие и Царство Подземное. Если вы хотите войти в Царство Божие, есть некоторые вещи, которые нужно будет сделать. Согласно учению Иисуса Христа. Я даже не спрашиваю, христианин ли вы. Это очень интересный и интересный мир, который мы сегодня имеем в нашей генерации. Вообще, мы живем в очень интересном и странном мире. Все наше поколение живет в нем. Если бы я сегодня задал вопрос, христианин ли вы, возможно, вы бы мне дали один из четырех ответов. Первая опция. Я христианин, потому что мои родители христианин. Я христианин, потому что я родился в церкви. Я христианин, потому что в какой-то момент я вышел и произнес слова молитвы спасения. Мой любимый, мафор. Я был христианин всю свою жизнь. И мы говорим, вот я был христианин всю свою жизнь. Это не то, о чем я сейчас говорю. Акогласно Иисусу Христу, Путь в Царстве Божьем. Он очень непрост. Он очень узкий. Его не так просто найти. Все не так очевидно. Это не то, что вы так случайно по ошибке находите. Вы не можете просто так по случайности его найти. Давайте еще раз посмотрим на Библию. Matthew, chapter 7, verse 13. Итак, снова бродимся к Евангелии от Матфея, глава 7 и 13 стих. The very first word Jesus said. Вот самые первые слова, которые здесь говорит Иисус. Enter. Войдите. Войди. Enter. Войди. It's a command. Это глагол в повелительном наклонении. Иисус is not discussing or debating it with you. If you don't mind, maybe you could enter. If you have enough time, if you are not so busy, please, would you enter through this door? If you are not so busy with whatever you are doing, please, please, I'm begging you. You know, I'm Jesus. Just enter through this door. Ну, если вы так не слишком заняты, чем вы сейчас занимаетесь, вот я вот как Иисус прошу вас, ну, сюда вот, войдите, пожалуйста. Jesus said. Иисус сказал. Enter through the narrow gate. Войди в узкую дверь. Why? Почему? Потому что это дверь, которая открывает дорогу в жизнь. Потому что это дверь, которая открывает дорогу в жизнь. И только немногие находят ее. Если бы было так легко попасть в царство Божие, каждый бы туда шел. Now, again, I'm telling you, I'm not here to make you happy or sad. I am here to tell you the reality. Я здесь не для того, чтобы вас осчастливить или расстроить. Я просто говорю вам о реальности. You can hate me. I don't really care about it. But listen to me. Вы можете меня ненавидеть. И мне это не так важно. Я хотел бы, чтобы вы меня услышали. The road to heaven is hard, difficult, impossible to enter. Only a very few people can find it. It is not something you just wake up and you find yourself walking on that road. Это не то, что вы как-то просыпались утром, и вот вы уже идете по этой дороге. This road takes only you and nothing else. Эта дорога только для вас и ничего больше. It is so narrow that it does not take you and Эта дорога настолько узка, что на ней помещаетесь только вы и There is no you plus. There is no plus one. И там нет плюс один еще кто-то. This road is so narrow that there is nobody else apart from you that can enter it. Она настолько узка, что она только для вас, и никто больше рядом идти с вами не может. It is not the road of someone who loves to be in the church and loves to be in the world at the same time. Это не та дорога, где вы можете быть в церкви и параллельно еще делать все, что происходит в светском мире. It is not the road of someone who wants to be in the presence of God and still cares about what people think about him. Это не только, когда человек хочет быть в присутствии Господа и параллельно еще его очень сильно беспокоит, что о нем думают другие. Это не та дорога, где вы одеваетесь так, чтобы было приятно угодно Господу и при этом еще и удовлетворить потребности этого мира. Это дорога, по которой можете идти только вы. Let me disappoint you more. Но я еще больше вас хочу расстроить. Это не дорога для вас плюс вашего мужа. Это не дорога для вас плюс еще ваших детей. Это дорога для вашего ребенка. Это вы, как вы единственное дитя. Ваш муж, и вот он только может идти по ним. Это не дорога, где вы вот так вот в обнимочку идете вместе по этой дороге. Because God created you alone by yourself. Ибо Господь вас сотворил такого, какой вы есть. And God expects you, you, to come to heaven, you. И Господь лжет, что вот вы, ты, ты будете идти к нему по этой дороге. And the only way to get to heaven is to walk on this difficult, hard road. И единственный путь, по которому можно пройти в Царстве Божьем, это идя по этой трудной, непростой дороге. I maybe don't like it. Я понимаю, что вам это все не очень нравится. But I'm not here to make you happy. Но я здесь не для того, чтобы делать вас счастливыми. Because if Jesus comes today, I have told you what he wants me to tell you. Потому что если бы Иисус оказался здесь сегодня, я хотел бы, чтобы я говорил то, что он хочет, чтобы я говорил. Enter through the narrow gate. Войди в узкую дверь. The road to the kingdom of God. Some Russian says it's difficult. И в некоторых версиях в Библии говорится, что дорога к Царстве Божьей трудна. Very few. Очень немногие. If you speak English, I don't know what few is in your language. Very few. Я не знаю, как это слово few звучит на вашем языке, но вот это немногие. Very few. This is according to Jesus. Very few people find it. И это согласно Иисусу Христу. Очень немногие находят этот путь. If I ask you today, are you walking on that road, you would tell me, yes, I am, Pastor Daniel. That's what I say. Если я бы спросил вас сегодня, идете ли вы по этой дороге, вы бы сказали, да, Pastor Daniel. Well, let's find out. Let's check it out. Но давайте проверим, что же на самом деле происходит. Verse 16. 16. By their fruit, you will recognize them. Вы узнаете их по плодам деяний. The people, the few people, who have found that road to the kingdom of God, they have a specific fruit. They are producing. Иисус, те немногие, которые находят эту дорогу, они производят очень специфические плоды. И Иисус назвал эти плоды добрыми плодами. If you are walking on the broad road, you produce bad fruits. Но если вы идете широкими вратами, вы производите худые плоды. И вы не можете сказать, что вы идете этим узким путем, если с понедельника по воскресенье вы делаете то, что вам хочется. До субботы. До субботы. До субботы. Все, что вам забредет в голову. I like that. What comes to your head. I like that. I like that. Хорошее урожение. И только в воскресенье вы делаете то, что хочет Господь. Это не так нужно идти по узкому пути. You cannot say you walk on the narrow road, if you are like a tree and you have seasons that you produce fruit. И вы не можете сказать, что идете по узкому пути, если вы подобно древу в разные сезоны производите разные плоды. You know what many people tell me? И вы знаете, вот что мне говорят. You know, sometimes I have bad days. Ну, у меня бывают плохие дни. And on these bad days, sometimes I use bad languages. И в эти плохие дни я иногда, ну, употребляю ненаватиную лексику. I'm sorry, Pastor Daniel, when you called me yesterday, I was very angry, so I spoke to you angrily. I'm sorry. That is not me on a normal day. I was really obsessed with my boss. He has no pay in my salary, so I just spoke. Like, hello, who is that? That is not me on a normal day. I'm so sorry. Я просто был в трансляции на моего босса, мне зарплату не заплатили, поэтому, когда вы мне позвонили, я так резко сказал, ну, кто я на то звонил? On a normal day, I'm a jensu person. You know me, right? Ну, в обычный, я такой очень нормальный, адекватный человек, но вы же меня знаете. Jesus Christ said, Иисус Христос сказал, I'm really for you. Я прочитаю для вас. Verse 17, мы сейчас в 17 стихе. Every good tree bears good fruit. Точно так же всякое хорошее дерево приносит хорошее плоды. Verse 18, a good tree cannot bear bad fruit. Хорошее дерево не может приносить плохие плоды. According to Jesus, согласно Иисусу Христу. Someone walking on the narrow road does not have bad days. Кто-то, идущий узким путем, у него нет таких плохих дней. Я знаю, что вам не нравится, что я это говорю. Потому что это не очень популярная проповедь. Это не проповедь, как Господь вас благословит в богатство. Это проповедь о том, как не попасть в подземное царство Ада. Если вы не будете ходить узкими путями, вы попадете в ад. Это согласно Иисусу Христу. И на этом узком пути, только немногие могут его найти. Это те, кто преднамеренно ищут этот путь. Я хочу вам проинвестировать этот момент. Во время Страстной Пятницы, в этой недавней, которая была. Пастор Иван попросил всех пасторов церкви поделиться своими свидетельствами о том, как мы пришли к Богу. И я вам расскажу, как я пришел к Господу. Это длинная история. Но я вам расскажу в коротком варианте. Вы знаете, что я родился в доме пасторов, где и мама, и папа были пасторами. Я был рожден в церкви, даже не в больнице. И я вообще в больнице никогда не был, пока не приехал в Россию. Потому что моя семья верила в исцеление без всяких медицинских учреждений. И мы просто не болели. И когда что-то случалось, мы за нас болели. И если бы вы меня спросили, тогда ты христианин, я бы сказал, конечно, христианин, а кем я еще могу быть? Прежде чем я научился читать, я уже читал Библию. В моем доме мы наизусть изучали Библию по силе моих родителей. И если бы вы знали моих родителей, то вы поняли, о чем я говорю. Это была такая твердая рука отца. Ты должен заучивать Библию наизусть. Если бы вы меня спросили, христианин ли я, я бы ответил, конечно же. Но моя жизнь, но моя жизнь, за пределами моего восприятия моими родителями, за пределами воскресного служения в церкви, была совершенно антихристианин. И это было до того, что ничего не было, что ни христианин мог бы мне сказать, что я уже не знаю. И был момент, когда уже практически ни один христианин не мог ничего нового о христианстве сказать. Как часто бывает, что дети пасторов, мы сидим вот так в конце зала церковного. И как только пастор заходит к подиуму для проповеди, Мои друзья начинали так наспор что-то говорить. Кто может догадаться, из какой книги сейчас будет проповедь? И кто угадывал, тот выигрывал, потому что он знал, о чем будет проповедь. И это была такая игра между нами, детьми пастора, кто лучше знает Библию. И некоторые мои друзья, они стали профессорами теологии. Но они не верили в Бога. Потому что, ну вот так, получается, что да, я просил теологию, но не важно, во что я верил. И как это может случиться, что пасовский ребенок вырастает атеистом? Потому что мы ходим вот этим широким путем. И только по Божьему пути у нас есть ситуация, когда Господь нас богословляет, когда нас Он не наказывает. И нас спрашивают, как я могу Вам помочь идти этим широким путем? Я говорю, пастор, как я, пастор Даниил, помогу Вам помочь идти этим широким путем? Я это сделал, если я буду говорить, как Господь говорит, благословляй нас каждый Божий день. Once you come to Christ and give your life to Him, that is it, baby. You don't have to do anything else. Just stay where you are. But I have to stand before God and give an account of everything that I have taught you. Но в один прекрасный день я буду стоять пред Господом, дабы отчитаться за то, чему я учил вас. If you do not produce good fruit, И если вы не производите доброго плода, The Bible says, God will cut you down. Библия говорит, что Господь срубит вас, как это плохое дерево. According to Jesus. The kingdom of heaven is hard. В Царстве Божьем в него очень трудно попасть. The road to the kingdom of heaven is difficult. И путь в Царстве Небесное непрост. It does not accommodate you and some everyday sin that I cannot get rid of. Это не тот путь, где вы можете, по которому вы можете идти и каждый день продолжать грешить, Не желая избавиться от этого греха. Don't think you are the only one who is trying to find this narrow road. Поверьте, вы не единственный человек, кто пытается найти этот узкий путь. There are seven billion people today on earth. Everybody is finding that road. Несколько миллиардов людей сегодня на земле, и каждый пытается найти этот путь. And every religion is telling you, their road is the one that leads you to the kingdom of God. И каждая религия говорит, что именно их путь ведет вас в Царстве Божьем. Some of my friends and colleagues at work say, I'm a good person, Mr. Daniel, so I don't need your truth, your nonsense. And I always ask them, you are a good person according to whom? И я их спрашиваю, вы считаете себя хорошим человеком, по каким критериям и согласно кому? Чьи критерии вы используете для самооценки? Иисус Христос сказал, Есть два пути. Один ведет к жизни, другой путь ведет к разрушению. Иисус сказал, что есть путь для хороших и есть путь для плохих людей. Иисус не сказал это. Но на самом деле Он это не сказал. Иисус никогда не сказал, I have two dots, one for good people. If you think you are a good person, please go left. If you think you are a bad person, please go right. Who in their mind will go right? Иисус не говорит, вы хороший чех, вы идите налево, плохой человеки направо, но кто в здравом уме пойдет на право по плохой дороге. И кто в здравом уме скажет, я плохой человек, вот я отпускаю, у меня все будет плохо. Иисус Христос сказал Есть два типа строителей Два типа основания Одно основание это основание на скале Другое на сыпучей доске Но давайте еще раз посмотрим Что говорит здесь Иисус 24 стих Если вы строите дом на солнечном стиле И потому тот, кто слышит мои слова и следует им Будет подобен разумному человеку, построившему свой дом на скале А теперь 25 стих Это касается тех людей, которые строят свой дом на твердом основании Пошел дождь И вода поднялась Дули ветры и обрушились на этот дом А теперь давайте перейдем к следующему стиху Это для тех, кто строит свои дома на песке Двадцать седьмой стих Пошел дождь И вода подняла И обрушился на этот дом И не важно, какой дом вы построили И не важно, на том основании это было построено Согласно Иисусу Дождь все равно подьет И ветер все равно обрушится на это строение И вся природа, она обрушится на это строение Не думайте, что то, что вы христианин Это вас избавит от проблем И это будет пробовать из ада Если кто-то вам скажет То, что вы христианин Вы никогда не испытаете разорения И Иисус не сказал, что если вы верите в Меня Вы никогда не будете болеть И Иисус Христос сказал Если вы верите в Меня Даже если вы умрете Вы обретете вечную жизнь И Иисус Христос сказал Если вы верите в Меня Вас будут преследовать Вас могут даже убить И Иисус Христос сказал Если ты последуешь за Мною Вас будут ненавидеть И вы не можете быть на обложке журнала Потому что вас будут ненавидеть Но вас будет ждать Царствия Божьей А что для вас более важно Братья и сестры Быть знаменитым и популярным И получить наслаждение В те короткие годы Которые отведено вам на жизнь земную И переживай Кому вы нравитесь Кто вас любит Не любит Сколько у вас лайков на Фейсбуке В Инстаграме В Ваши короткие годы Или же Вам важнее вечность В Царстве Божьем Если вам более важно В Царстве Божьем И вечность в нем Вы должны найти Это узкое дерево Если вы думаете Вы нашли Эти врата Я бы хотел Ваше внимание Обратить на следующее Второе послание Петра Второе послание Петра Первое глава Итак Второе послание Петра Глава номер один Десятый стих Второе послание Петра Глава первая Десятый стих Therefore my brothers Посему братья Be all the more eager To make your calling And election sure Еще более стремитесь К тому Чтобы показать Что вы действительно Призваны Идти в Броне Бога For if you do these things Ибо если вы поступаете так You will never fall То никогда не споткнетесь And you will receive A rich welcome Into the eternal kingdom Of our Lord And Savior Jesus Christ И не пойдете Так вы будете Желанными Вечем Царстве Господа нашего Спасителя Иисуса Христа It says here If you do these things Здесь говорится Если вы будете Поступать так What things Что значит Поступать так И вас 5 Обратите к 5 стиху И так Второе петра И так Второе послание Петра Глава 1 5 стих И по этой причине Прилагайте все усилия Чтобы быть добродетельными В своей вере Обрести знания В добродетели своей Проявлять воздержность В знании And to self-control Послание Терпение В воздержанности And to Послание Государство Благочестие В терпении And to Государство Брадленность Братская Привязанность Благочестие And to Брадленность Любовь И любовь В братской Привязанности Вы хотите Войти Сарстве Божьем Вы хотите Идти Этим узким путем И найти Его Вот здесь Все Сказано Насколько Вы Вы Выходите В благочестие Согласно Иисусу Христу Вы Должны Приносить Добрые Плоды А Насколько Эти Добрые Плоды Исходят От вас Насколько Велика Любовь Которую Вы Проявляете Насколько Вы Знаете Господа В послании К евреям Глава 12 Сих Первый Итак Послание К евреям Глава Первая Глава Первая Глава Двенадцатая Сих Первый Та К Вокруг Нас Облагосвидетели Отбросим Отбросим То, что Мешает Нам А также Игре Который Так Легко Пристает К нам Отбросим 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 И Терпением И Упорством Последуют Предназначенным Нам Путем Отбросим Отбросим Не Отводите Своего Взора От Иисуса И Я Завершу Эту проповедь Следующую В Евангелии От Иоанна Восьмой Главе Иисус Сказал Следующее Если вы Будете Ходить Придомною Вы Будете Ходить Во тьме И Иногда Я Иллюстрирую Это С научной точки Зрения Это Физика Это Чуть Физику Есть Такая Концепция Которая Называется Скорость Света Свет С С С Скорость С С С 300 000 С С С С Представьте Можете ли вы Так же Быстро Двигаться Со Скорость С С С Бы Это Было Возможно Это означает Вы Как Человек Всегда быть В Лет Все Дни С С С С С С С С на каждый день в своей жизни быть в свете. Потому что вы бы в этом случае двигались на скорость света и всегда бы его нагоняли. Это означает, что куда бы ни направился свет, вы бы уже оказывались там. И Иисус сказал, если вы будете ходить предо Мною, вы никогда не будете ходить во тьме. Вы должны понимать, братья и сестры, вы не можете ходить с Иисусом и с грехом одновременно. Вы не можете ходить с Иисусом и с... Вы не можете ходить с Иисусом плюс... Иисус Христос хочет, чтобы вы ходили с Ним. Иисус Христос хочет, чтобы вы ходили с Ним. Потому что без Него это невозможно найти врата, ведущие в Царстве Божьем. Ибо без Него невозможно найти врата, ведущие в Царстве Божьем. Призвать от Него Фрица. Давайте все приподняемся. Второе послание к Коринфянам, глава 13 стих 5. Это второе послание к Коринфянам, глава 13 стих 5. Это финальное предупреждение апостола Павла. Восфарик. Пятый стих. Испытайте себя. Живете ли вы с верой. Проверьте себя. Или вы не в состоянии распознать, что в вас живет Иисус Христос? Если, конечно, не случится так, что вы не выдержите состояние. Это то, что я принял, когда я сказал себе, что я был христианином всю свою жизнь. Ибо такого феномена не существует. Вы не можете быть христианином всю свою жизнь. Потому что вы должны испытать себя. И испытывать себя каждый день. каждый Божий день. Каждый день. Каждый день. Испытывайте себя. И проверяйте, веря ли вы находитесь. Одни из последних слов Иисуса были следы. Когда я вернусь на эту землю, Найду ли я веру. Испытайте себя. Испытайте себя. Когда вы ходите, испытывайте себя. Когда вы с вашим другом, с вашей подругой испытывайте себя. Во время ваших экзаменов испытывайте себя. Когда вы пишете все вот эти бумажки, испытывайте себя. Когда вы платите налоги, испытывайте себя. И проверяйте, веря ли вы до сих пор. Вы не можете быть добрым и плохим деревом одновременно. Иисус сказал, что доброе дерево не может производить плохого плода. И плохое дерево не может производить доброго плода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова